Всем доброго дня! Вы на канале Дарья Дроздова. Сегодня у нас четверг, шестое число. Ребята, мы сегодня с Дарьей Дроздовой и Тимурчик Спецкор решили провести для вас конкурс. Конкурс с призами. Первые три лучшие места, кто займет. Призы, значит, какие будут? Первое место гонконгская вафля, вкусная, на выбор, плюс молочный коктейль от нас. Второе место гонконгская вафля, на выбор. Третье место любой коктейль, на выбор. Что нужно для этого сделать? Нужно быть подписанным на наш канал, соответственно, кто не подписан, подпишитесь. Поставить лайк обязательно и прокомментировать. Комментировать. Приз получат люди за лучшие комментарии. Соответственно, места вы уже слышали, какие будут за первое, второе, третье место приз. 10 июня мы объявим победителей этого конкурса. И, соответственно, кто будет в Архипаосиповке, независимо в каком месяце, пусть будет даже в каком году, победителя всегда будет ждать этот приз. Смотрите видео. Не забывайте подписываться на канал Дарьи Дроздовой. Ставьте лайки, кому нравится видео. Мы поехали смотреть. Спецкор Тимурчик сегодня работает для вас. Смотрим. Вот. Возле магнита фруктовая лавочка, клубничка, черешенька, нектаринчик. Есть плоский такой. Вишня. Нектарин тоже. Это абрикос. Нету этой мушмула? Мушмула вот и нет. А, вот. Маленькая такая. Мушмула. В общем, супер. Молоденькая картошечка, перчик болгарский, помидорки, огурчики, кукурузка 60 рублей, свеженькая. Помидор вот есть домашний такой, я думаю, а ну сейчас понюхаем. Ну да, такой. Мне больше нравится в салате не розовый, а такой, например. Магнит. Такие цены почти одинаковые у нас в Архипавосиповке магнит. Арбузы что-то вообще еще. Вот это 90 рублей килограмм написали. Сейчас возьму, скажу. Давайте мне. Ну, дороговато еще. Центер у нас такой. Все. Ничего с прошлого года не поменялось. Индийская ярмарка. Вот. Кофеек, алкотека. Все здесь, как и было. Сейчас поедем. В столовую надо первого что-нибудь покушать обязательно. Уже обед. Я еще не завтракал. Краткий обзор столовой. Ну, цены не будем показывать. Все уже смотрели пару видео назад. Просто 12 дня еще не так много народу. Посмотрим. Ну, да. Очереди нет. Так что я постою. Не 40 минут, а минуток 5. Покушаю первого. Вот такой обзорчик. Краткий. Ребята, краткий. Ну, как всегда, полно всего. Еды полно. Ну, ладно. Заснимем чуть-чуть цены. Я думаю, с прошлого раза не поменялось. Приятного мне аппетита. Вот, взял борщик, салатик, шуба, компотик, кусок хлеба. 270 рублей, ребята. Вот такая вот перекус обеденный у меня. Ну, все. Отведал, как говорится, я в столовой Архиповосиповка, Архипка. Едем в сторону пляжа. Решил поснимать путь к морю. От столовой Архиповосипа. Скорая поворачивается. Налево здесь у нас больничка есть. Если что, кому нужно будет, знайте. И в гору чуть-чуть. Там магничка. Можно всем сторисам обращаться, я думаю. Ну, что ж такое, светофоры, не едем, пробок нет, не едем, тормозим. Улица пограничная. Уходим направо. Магнит справа. Здесь сразу есть машин уже вниз. Улица пограничная там забита. Машин уже, конечно, валом. Человек вообще под кирпич поехал. Сюда одностороннее движение. Не вздумайте с той стороны ехать. Кирпич. Вот прям по кругу так. Улица кирпичная. с пограничной по кольцу на улицу кирпичную получилось. Это вот спускаемся мы к альбатросу. Да, буквально даже неделю назад машин практически не было. Уже все жарко. народ просто завел свои автомобили и поехал в сторону моря. На водопой. Ну, так, когда жарко, в саванне все звери бегут на водопой. Хищники и это все равны там, как говорится. Из воды никто не может протянуть долго. поэтому все живые существа к водичке. По шлагбаумам вы тут не проедете. Только я могу. и как говорится кто живет, работает. Ну, есть стоянки на улице Кирпичная Платня. Слева есть стояночка. Вот мы подъезжаем к морю. Море. Родное море. Как припаркуем сейчас. И пойдем смотреть. В общем, ребята, сейчас выйдем в сторону моря. Посмотрим, что там происходит. Вот выходим мы с улицы Кирпичной. проход между кафе Зевсом и рестораном Камчатка. Альбатрос выход к морю. Ну, здесь в принципе ветерок поднялся, было море с утра спокойно, смотрю волны. люди полно. Для этого дня полно. Могу сказать. Сейчас посмотрим с высоты птичевого полета. Кирзаки еще свободные. Процентов 30 занято. волны поднялись, но не такие уж большие. Для того, чтобы запретили купаться. Так что пока обстановка по кайфу. Вот наши гонконгские вкусные вафли, напитки прохлаждающие. пивные напитки. В общем, рыбка все есть. Рыбка уже приехала. Морской бычок в облачко. В облачко 100-120. Бычочки по 60, ребята. Щучки по 300-350. Что у нас тут? Лещи есть от 200 до 400 рублей. Вот. Снеки, креветочки. Пиво. Пиво. Снеки, покажи, Женя, пиво. Уже все на весь сезон поменяли. Вот, ребята, пивные цены наши. Вот. Так что так. Мохито. Гонконгские наши вафли. Молочные коктейли. Рядом вкусные молочные коктейли. к сожалению, люди пожаловались, что у нас водянистые коктейли. Выкинули. Очень жаль. И я нашел причину. Значит, попробовал мороженое, поменял мороженое, взял подороже. У поставщиков повкуснее. Естественно, по сливочным. Оказалось, что вообще прошлогодний, который брал сорт мороженого, не стану говорить, какое невкусное. И для меня я сделал с молоком. Тоже молоко, которое постоянно брали, делали. Опять невкусное. Да, реально получилась вода. Поэтому взяли, Алина, покажи, какое взяли молоко. Пойди, пакетик, принеси молока, чтобы наши подписчики знали, с какого молока мы сейчас будем делать. Ребята, взял, конечно, которое работало очень давно, Пармалат. Все, улучшили вкус молочного коктейля добавили грамм мороженого побольше, фрукты всегда свежие. Надеюсь, на этот раз вам понравятся наши молочные коктейли, опять вернемся к тем вкусам вкуснющим. Все, новинка в этом году тропический смузи с натурального пюре фруктового, с натуральным фруктовым, маракуйя, манго будем делать, сливочный с мороженым, имейте ввиду. Так что, кому не понравились, вот писали нам отзывы, молочные коктейли, очень плохо, минус это поставщикам, не нашим девочкам, я сам попробовал эту продукцию и мы тут же перестали, как я сказал, с нее делать, с этого мороженого и вот клубничка свежая взял с рынка, все в молочные коктейли добавляем свежее. Поменял, поменял, ребята, мороженое взял подороже, повкуснее, натуральный пломбир уже берем, молоко взял специальное для молочных коктейлей, самое лучшее, приходите, пейте, да, ну, тепло, хорошо, вообще, красота, люди, в общем, уже веселятся, кайфуют, купаются, загорают, пьют, едят, сейчас обед, вот, все пошли на перекус, в столовую, в чебуреки, ставят, ставят, опять, селфи-камеру, здесь, селфи-камера, в прошлом году, фотография, не помню, по-моему, сотка стоила, фотография эта, вот, поехали дальше, ну, в сторону пограничной, понятно, рынок там, все, раки, пиво, вот, все есть, все продают, только приезжайте, все для вас, зонтики, которые мы раньше говорили, со столиками, удобные, под ними, лежаки, ну, конечно, зонтик такой, солнце зайдет, вправо, влево, приходится переставлять, в тень, мне, почему неудобно, то, что, например, зонтики проще переставить, чем лежаки, ну, зато тень, какая-никакая, чем без нее, на пляже, вот, все-таки удобнее, есть свои минусы, есть свои плюсы, плюсов больше, чуть-чуть, чем минусов, без тени совсем никак, ну, пока очереди нет, ни на лучших чебуреках, ни здесь, все-таки, я же говорю, заполняемость от июля, тридцать процентов, ребята, тридцать процентов, да, я думаю, что, еще, недельки-две, чтобы тут забилась архивка, ну, зависит, конечно, тоже, жара, заставляет людей, вне, особенно, Краснодарский край, в неочередные, в неочередные, значит, незапланированные поездки, ехать на выходные, потому что жарко, хочется к морю, ну, кто издалека, естественно, все, я думаю, у них запланировано, заранее, рынок тоже по чуть-чуть в этом переулке подоткрылся, площадка, музей космонавтики, улица Школьная, столовая Одиссей, да, в июле, конечно, все столики заняты, очередь стоит, сейчас, свободно, свободно еще, нормально, ветерок такой, когда жара и ветерок, хорошо, он освежает, охлаждает, здесь новинку, мидии пиво сделали, мидии пиво, вот такое, мидии черноморские, 570 рубчиков, 350 грамм, хадыш, в общем, кто хочет мидии покушать, не знаю, как по вкусу, ребята, еще сам не дегустировал, ну, думаю, в Одиссеи, стараются, стараются, все-таки, заведение Одиссей, примерно такой, мы увидели цены, эти на мидии новые, сам я не видел их, здесь, как всегда, площадка, хоккея, хоккей, машинки, ну, мистер бургер наш, тоже надо наблюдить, все, следить за вкусом, за ценами, я скажу, что, один в год вкусно, хвалишь прям, другой в год, или повара меняется, или, как вот у меня с молочными коктейлями вышло, ингредиенты, они берут те же, а вкус уже не тот, качество продуктов, надо пробовать, пробовать мясо и всего, может оказаться уже невкусно, по своим, с прошлым годом, где-то вкуснее становится невкусно, а где-то вкусно становится невкусным, вот, я говорю, поэтому контроль, собственного качества, проводите, не понравилось, значит, в другом месте пробуйте, не значит, что в прошлом году было невкусно, будет вкусно, вот, знаю, что стабильные повара, стабильные работники, вот как Лена, вот она работает, у нее было вкусно и будет, а где поменялись повара, может невкусно быть, так что, так, столовка, столовка, значит, колобок открывается, приветствуем вас, братик, мохито у вас вкусный? Отлично, на самом вкусном, отлично, вот столовая колобок открывается, скоро будем кушать, прям возле моря, ну, вот как-то так, ну, выйдем вот со столовой, значит, колобок в сторону, пляжа, что здесь творится, здесь народу побольше, поинтереснее так, но, люди загорают, так, байк свой поставлю, сейчас, блин, чуть не упал мой байк, люди загорают, отдыхают, волны чуть-чуть увеличиваются, ветерок пошел, ну, в принципе, это, плавает, по таким волнам еще барракуда катает, в общем, такая обстановочка сегодня, ребята, подписывайтесь на канал Дарья Дроздова, не забывайте ставить лайки, не забывайте комментировать, какие вопросы интересуют, спрашивайте, в Архипоосиповке обстановка сегодня такая, всем пока-пока, спасибо за внимание, до сих пор, до сих пор, до сих пор, до сих пор, Продолжение следует...